Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня выпуски. Компанию Apple обвинили в пожаре. Американские исследователи смоделировали первый марсианский город. Когда в России появятся первые электрические самолеты? Об этом и не только в ближайшие минуты. В ближайшие 10 лет в России появятся первые коммерческие электросамолеты. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По словам министра, первый российский самолет с электродвигателем поднимется в воздух в ближайшее время. Речь идет об экспериментальной модели на базе Як-40, которую оснастили электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний этого самолета. Разработка электрических самолетов – это одно из новейших направлений в развитии авиационной техники. В пассажирской авиации такие самолеты пока не используются вообще, но некоторые компании электрифицируют маломерные воздушные суда. Об этом нам рассказал заведующий кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУКАИ Владимир Гайнудинов. Многоместных самолетов электрических нет. По крайней мере, есть опытные экземпляры, есть программы, которые реализует Boeing с мелкими предприятиями, есть программы, которые реализует Airbus, то есть в воздухе такие самолеты уже есть. Это одноместные и двухместные самолеты на электрической тяге. Главное преимущество электрических самолетов – это экологичность и комфорт. Такие аппараты позволяют сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, они не такие шумные и имеют меньшую вибрацию, чем обычные самолеты. Компанию Apple обвинили в пожаре. Житель Филадельфии подал иск в суд, в котором заявил, что его дом сгорел из-за неисправного планшета iPad. По словам истца, загорелся неисправный аккумулятор гаджета. При этом ничего такого, что могло бы привести к поломке, потерпевший не делал. В итоге возгорание привело к пожару, в результате которого сгорел целый частный жилой дом. Говорится в иске. Потерпевший уже получил выплату от своей страховой компании, но теперь намерен взыскать компенсацию из компании Apple. Как придает портал The Register, это не первый подобный иск компании. Как могут выглядеть первые поселения на Марсе? Американские архитекторы совместно с исследователями Красной планеты создали модель первого марсианского города. Его назвали Ньюева в честь древнекитайской богини, созидательницы человечества. Согласно проекту, город располагается в скале, что защищает его от радиации и метеоритов, но при этом дает доступ к прямому солнечному свету. Здесь могут проживать 250 тысяч человек. Внутри скалы предусмотрена вся необходимая городская инфраструктура. Больницы, школы и университеты, спортивные, культурные и торговые центры, вокзалы, общественный транспорт. Несколько уровней города связаны между собой скоростными лифтами. На поверхности скалы размещены солнечные батареи и сельскохозяйственные площади. Основным продуктом питания для местных жителей станут растения, так как растеневодство требует меньших ресурсов, чем животноводство. Авторы проекта уверены, что между Марсом и Землей каждые 26 месяцев будет курсировать космический шаттл. И даже предположили, сколько будет стоить проезд в космической электричке. Порядка 300 тысяч долларов в одну сторону. Все материалы, необходимые для строительства города, предполагаю добывать на Марсе путем обработки углерода и других минералов. На этом сегодня все. Смотрите iNews на телеканале «Татарстан-24» каждый день. Пропустили выпуски? Теперь наши программы доступны на YouTube-канале «Татарстан-24». Оставайтесь с нами и будете в курсе всего самого интересного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok